На улице первое робкое потепление, а телефон в нашей редакции уже раскален до красна от жалоб на текущие крыши. Семью Ждановых мы снимали в октябре прошлого года. Дом 10 по улице Станка, объект культурного наследия с дырявой, как решеток, кровлей. 17-я квартира уже не один год мучается. Первая мартовская капель 2018-го лишила хозяев сна в буквальном смысле слова. Пришлось устанавливать этажики, чтобы второй этаж не забачить. До первого этажа это пролилось, видите, полные тазы. Ночью не спим, разу черпаю, сливаю воду. Потому что внизу живет бабушка-старушка, пожилой человек, до нее дойдет, она вообще с ума сойдет. По этой же стене проходит проводка. Огонь куда без пощадней воды. Жильцы дома боятся пожара. Ужасно. Во-первых, у нас уже искрило, вот там темненькое. Он-то у нас хорошо был дома, а если бы я была, я вообще теряюсь. От всяких ситуаций я всегда теряюсь, потому что я не знаю, что делать. Ладно, что он все-таки боли выдержит, чем я. Ну, мужчина есть мужчина. Я не знаю. А провод у нас проходит как раз по потолку. Залатать кровлю самостоятельно хозяин не может. А за зиму на крыше скопилось столько снега, что Ждановым только и остается, что запастись терпением и тазиками. Я ничего не могу сделать своими селами. Я пытался своими селами, потому что железо там никак не посудят. Балки лежат прямо на стене. Чтобы подложить там, какие-то листы железа найти, подложить, чтобы не текло, именно сюда, текло на улицу. И сделать там ничего, там даже ничего поставить нельзя, чтобы именно текло в какую-то посуду поставить. Ведра или что-то. Там не поставишь ничего. Потому что течет все по стене. Камень преткновения на Станка-10 в следующем. У крыши подошла очередь на капремонт. Между тем, уже несколько лет по разным причинам рекоператор не может приступить к смене кровли. А управляющая компания не желает тратить деньги на то, что вот-вот должны обновить и без нее. Понимаете, чтобы вот это вот произвести работу, допустим, в рамках даже управляющей компании, это мне надо разобрать всю вот эту вот угловую конструкцию. Ну, сейчас всячески мы стараемся помочь людям тем, что постоянно производится сброс снега с крыши. Жители могут это подтвердить. Последняя новость из фонда капремонта следующая. Подрядчик определен. К работам он планирует приступить весной, а закончить смену крыши 22 августа. А пока каждая капля в Ждановских тазах на совести управляющей компании. И безопасность жильцов дома, кстати, тоже. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново. А здесь провода идут? Нет, мне страшно. РТВ Иваново. РТВ Иваново. РТВ Иваново.